А теперь вот из этого для штуриста тема повеселее. В 1974 году, 35 лет тому назад, суток Витя Меделеев зашло в Порт-Велико, столицу Новой Зеландии. Это вообще самая далёная от нас, пожалуй, часть службы. И мы там стояли две недели, потому что сейчас полетел в больную руля, и мы не могли уйти, а как бы без лиц Германии запасные детали, мы две недели простояли в электроне, и там я, значит, познакомился, на Борт упускались только, значит, отобранные советским посольством люди, то есть какие-то коммунисты, значит, левые коммунисты. Я познакомился одной из очень симпатичной женщин, которая вообще была левая коммунистка, чуть не маирского топка, что очень ничто, как и яркие должности. Но, значит, у нас были небольшие политические дискуссии, она ни слова не понимала по-русски, я очень плохо знал английский взгляд. Тем не менее, когда судно передало в Борт, значит, она, как выяснилось, уже через 35 лет, она приезжала меня провожать, но послание на два часа, судно уже ушло. А за сутки до этого, потому что, когда я узнал, значит, дело в том, что я часто ушел из Новозеландии, и, значит, и, значит, я знал только ее имя и фамилию, и что она была членка партии. Ее искали по членским взглядом коммунистической партии, значит, там обнаружилось 100 женщин с этим именем, потом все-таки она нашла. Значит, ну, естественно, было 35 лет назад, тогда ей было 40 лет, сейчас она уже, так сказать, я мог бы подойти, как я себе, сказать, ты жива еще моя старушка, живя в ее те периоды. Тем не менее, я узнал тоже вытирающие подробности еще 35-летней давности. Она пришла, кстати, принести мне, передать, просила передать меня, значит, на память, в колечко, так сказать, в любви, и с письмом по-английски, в котором она предлагала остаться с ней в юникторе. Это очень интересно, что без заветского трудящегося, это было равносильно, так сказать, с убийством. Вот, и она долго думала, кому же передать, чтобы мне в первые руки, чтобы мне его передали, и передала нашему Зампалиту. Еще он, наверное, не придал. Зампалит оказался, он в полидонесении ничего прямо не написал, он оказался порядочным человеком, что где это. У него, конечно, ничего не передал, включая их количество, но, конечно, я бы уже с 74-го года вообще не плавал. А с 74-го года там ничего к этому не было. И на полюсе, и на Атлантипе искал, и 15-го года, и подобных аборатов, в общем, вся большая жизнь не стояла. Вот об этом душевоздирающем факте я узнал только через 35 лет. И вот тогда, уходя, а там 1 марта загружает в воздухе осенние листья, началась новозеландская осень, и, стоя на борту, и глядя на уходящую за горизонтом новозеланте, это такая грустная песня, подчиняется женщине, которую звали зовут Джуди Холлэй. Не повышает настроение, песнистых склонов красота. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...